В Ненецком округе стартовала избирательная кампания по выборам депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Напомню, указ президента о назначении даты выборов на 18 сентября 2016 года был подписан 17 июня, после чего региональные избиркомы ждали решения Центральной избирательной комиссии. Стартом избирательной кампании в Ненецком округе послужило заседание местного избиркома. На нем рассмотрели ряд организационных вопросов. В том числе члены избирательной комиссии согласовали решение о количестве подписей, которыми необходимо заручиться кандидату-самовыдвиженцу. В соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной Думы, если в избирательном округе проживает менее 100 тысяч избирателей, то самовыдвиженцам необходимо заручиться поддержкой не менее 3 тысяч человек. В Ненецком округе по состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 33 тысяч избирателей. Соответственно, кандидату, который решится выдвинуть свою кандидатуру в порядке самого движения, придется собрать утвержденное количество подписей. Кроме того, кандидат имеет право предоставить еще к 3 тысячам подписям еще 150 подписей для того, чтобы вдруг в случае числа выбраковки подписей по недействительным, по законным основаниям, то вот эти 150 подписей могут еще, скажем так, как-то подстраховать именно предоставление подписных листов с подписями кандидата. Что касается политических партий, то без сбора подписей в выборах депутатов Госдумы имеет право участвовать 14 из 75 зарегистрированных в России партийных объединений. Парламентские партии запланировали проведение своих съездов по выдвижению кандидатов на последние числа июня. Кроме того, на заседании избирательной комиссии утвердили рабочие группы. Первая – об информационных спорах. Вторая – рабочая группа займется приемом и проверкой избирательных документов. В ее состав, помимо представителей избирательной комиссии и других структур, вошли специалисты-почерковеды. Потому что все подписи, если касаемо документов, которые для регистрации сдают самого движенца, а это в первую очередь, чем они отличаются от кандидатов-одномандатников, тем, что они предоставляют подписные листы с подписями. И все подписные листы, скажем так, если мы назвали количество 3000 подписей, они будут все проверяться на предмет действительности или недействительности, достоверности или недостоверности экспертам-почерковедам. Также на заседании были определены ответственные лица за прием агитационных материалов и ввод информации в государственную автоматическую систему выборы. Продолжение следует...